Думаешь, что твоя жизнь не такая сладкая? Ну тогда послушай мою историю. Родители выгнали меня из дома в 12 лет. Я пытался продолжить учиться дальше, но жизнь закинула меня в маленький глухой городишко. Тут было определенно не сладко, ведь единственное рабочее место, на котором хоть как-то можно было подзаработать и выживать, оказалось в вонючей закусочной, где я и впахиваю по сей день. Мой босс помешан на деньгах и Света Белого не видит за своей алчностью. Временами он загоняет меня так, что я выдыхаюсь и такое чувство, будто я засох. Что касается людей и социальной адаптации, то тут все просто ужасно. У меня есть двое знакомых. Один вечно всем недоволен и постоянно ворчит. Иногда мне просто хочется втащить ему. Но иногда просто его жаль. Я думаю, что проблема у него из-за отсутствия женщин. Он некрасив и обладает достаточно рыхлым телом. Второй – это вообще отдельная история. Умственно отсталый и жирный ушлепок, который постоянно трется вокруг меня. Но совесть не позволяет мне оттолкнуть его, ведь я слабовольное мудло. Но единственный лучик света в этом кромешном аду – это знакомая девушка. Она великолепна. Она занимается каратэ и может постоять за себя. Читает книги, играет на арфе. У меня такое ощущение, что она из другого мира. Это что-то невообразимое. Но, естественно, я зафрендзонен. Ведь я ни разу не альфа-самец, и все, что умею – это стряпать проклятый фастфуд. Ты спросишь, какого хрена я тут делаю? Да все просто. Я бы и сам свалил уже давно. Но есть одна проблема. Тут очень плохое транспортное сообщение. Да и все имеют свои колымаги. Кроме меня. А все потому, что я постоянно фейлю все попытки сдать на права. Такие дела. Ну, а самое важное в этой оде ущербности – так это то, что я живу в чертовом ананасе на дне моря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»